Дети тундровиков, которые в 6-7 лет приезжают учиться в поселковые школы-интернаты, просто вынуждены переходить на непривычные для их организма продукты. Очень страдают современные дети, особенно малыши, которые в тундре рождаются здоровыми, до 6 лет они на свежем воздухе, подвижный образ жизни. Переходом жизни в интернат у них начинаются проблемы. Их кормят несколько раз в день. В меню и первое, и второе. На десерт сладости, соки, фрукты. Любой среднестатистический россиянин мог бы позавидовать. Но для ненецких ребятишек это порой совсем не то, что они хотели бы получить. В тундре они едят свою пищу. Ну а вот приезжая в интернат, естественно, все меняется. Вроде как мы хотим, что витамины, углеводы, вот это все. Но они не ели все 7 лет, и тут вот ешьте, ешьте. Но они вот через нехотя толкают это, потом оно сказывается на здоровье. Животики начинают у нас болеть, сыпь. Мне говорят, что хотят ненецкую еду. Я хотят они вареного мяса. Нам бы сейчас оленину, нам бы сейчас рыбки замороженные, строганинки. До недавнего времени в меню школ-интернатов включались национальные блюда. В определенные дни дети получали именно те продукты, которыми они питались, живя с родителями в тундре. Несколько лет назад такие дни отменили. Когда мы в свое время даже в интернате воспитывались, то нам раз в неделю давали рыбу замороженную. То есть детям давали, что это их пища, которая им нужна. По практике я припоминаю, что они именно вот этого дня, это по-моему пятницу, они именно этого дня дети ждали. Так, сегодня, Александр, пятница, сегодня мы будем есть я. Или мясо, оленину. Какие блюда хотели бы видеть на столе ненецкие дети, узнать совсем несложно. О том, что они любят и чего ждут, достаточно спросить у них самих. У меня тут есть олени. Нам, когда папа придут, олени и рыбу привезут, мясо. Какие блюда любимые у вас? Рыба. Да, рыба. У меня рыба.